Возраст не помеха. Сложно назвать городское или областное мероприятие, где бы не пригодился совет, доброе слово и опыт ветеранов. Вот они маршируют в бессмертном полку. Сомнения прочь уходят в ночь, отдельный, десятый наш десантный батальон. А это недавний праздник, День народного единства. В одном строю с молодежью люди старшего поколения. Надежная опора, так называют их все чаще. Всегда было одно главное свойство у русского народа – это единение. Почетный гражданин Орловской области, председатель областного совета ветеранов Николай Максимович Кутузов сегодня вновь и объединил разные поколения орловчан. В администрации региона своего рода совет ветеранов. В одном зале люди, которые не понаслышке знают о сильных и слабых сторонах Орловщины. Кто в разные годы работал в самых сложных отраслях экономики. Сегодня в составе областной ветеранской организации тысячи пенсионеров. Областная ветеранская организация имеет в своей структуре 830 первичных ветеранских организаций. Сохранение исторической памяти, воспитание молодежи в духе патриотизма. Сейчас многое говорится об этом на федеральном уровне. Многое уже воплощено в жизнь в Орле. Создана уже среда воспитания патриотического подрастающего поколения. Пример тому – бессмертный полк. Обращаясь к Андрею Клычкову, Николай Кутузов напомнил одну историческую деталь. Вы 75-й глава региона с тех пор, когда в 1778 году Екатерина II подписала указ об образовании Орловской губернии. Андрей Клычков поблагодарил ветеранов за слова поддержки. Каждый из вас внес и личный вклад в развитие социально-экономического благополучия региона. Все, что хорошее было сделано, оно вам принадлежит. И моя задача, уходя от той пресловутой пословицы или поговорки, которая в области уже витает, ее изменить и 75-й юбилейный номер продлить как можно дольше. 33 дня работы в Орловском регионе Андрей Клычков назвал ряд ключевых задач. Среди приоритетных отраслей – промышленность, социальная сфера, наведение порядков ЖКХ и дорожным строительством. Я не сторонник того, чтобы признавать сразу, что в области проблемы никакой перспективы нет. В области все хорошо. Все хорошо с людьми, которые хотят развивать и свой регион, свою область. Да, есть проблемы с бюджетом, да, есть сложности, которые были результатом объективных или субъективных обстоятельств. Но это абсолютно не означает, что мы с вами должны останавливаться, констатируя, что все сложно, нужно двигаться вперед. Представители ветеранских организаций и власти условились встречаться чаще. Формат может быть разный. Главное, чтобы ветеранов вспоминали не только по праздникам и в круглые даты. Они-то сами к диалогу готовы. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаускас, Телеканал Первый областный.